не очень серьезные люди в общении несколько не знаю насколько они были искренне сколько не владеет этой информацией но они говорили что вообще порошенко да почему пришел к власти на украине потому что он в том числе и устраивал и россии то есть да потому что порошенко это регионал даже бывший до который в принципе ну это русскоязычный человек регионал олигарх по выходе в эту всю тусовку который должен был быть и каким-то ну то есть но это не радикал он должен был быть просто тем человеком который бы решил этот вопрос донбасса каком-то компромиссном варианте и в том числе с ободрением с одобрения россии то есть порошенко стал таким вот лидером даже президентом украины но в какой-то момент он то есть в основе пришел в сторону скажем так врага расчехлился на струны то ли его перевернували то ли изначально это был такой план и все пошло не так типа как планировали потому что мы помним что в июне еще приезжал шуфрич даже по-моему вы еще 1 июля или когда-то шуфрич еще приезжал в донецк то есть шли какие-то 14 года 14 года дошли постоянные какие-то переговоры тимошенко даже кому приезжал вот там в апреле что-то такое то есть были были переговоры постоянно как этот вопрос решить политическим путем как-то там изгаляться все это и наверное эти аналитики не сидели думали о войне не будет сразу началась война потом я помню эту истерику когда люди говорили лишь бы пришел к власти трамп сша вот придет к власти трамп все с донбассом будет хорошо а если хиллорик будет вот там принял присягу в январе 17 феврале 17 под авгиевкой началось такое что просто ну там эвакуация мирных жителей табы бои за алмазы большие потери то есть мы начнем семнадцатом году началось обострение в лнр и вот до этого могут до семнадцатого года фактически в лнр можно сказать было затишье с пятнадцатого где-то так да то есть в отдельных местах были бои но в целом это было спокойно и достаточно место вот и масса обострения при трампе ну как бы проблема не решилась донбасса потом нам говорили сейчас зеленский он придет к власти зеленский я так думаю зеленский тоже сейчас решит вопрос военного ничего не будет и мы опять видим да то есть ничего не решается при зеленском тоже гибнут люди какие-то обострения на золотом да ученицы теперь вот поэтому делать какие-то прогнозы что они там намудрят эти политики в очередной раз я знаю что вот то что вот я хочу чтобы это просто все услышали послушайте меня внимательно для политиков ваши личные проблемы обычных людей и ровным счетом вообще ничего не значат вот вообще любыми вашими проблемами заботами они пожертвуют ради своих каких-то там не за геополитических личных интересов просто вот человек да у него есть проблем живет на донбассе он был в ополчении да у него там кто-то погиб в ополчении он не хочет по украине ну конечно же никто не будет спрашивать то же самое есть там не знаю кто-то там в аэропорту киборг какую-то ногу потерял его там друга убила но его никто не будет спрашивать если надо там уйдут там с донбасса и украинская армия вот так вот по щелчку выполним приезд датье бургхаммера бухгалтера да со швейцарией встреча знаменитая встреча с путиным седьмого мая там все быстро после переговоров произошел такой радикальный поворот по риторике даст донбасс то же самое приедет какой-нибудь дать ею кнопку зеленскому еще куда-то и не все сделает как он скажет поэтому может быть вообще в любое я верю в любое развитие событий